Сочи распахнул двери в лето. Традиционный карнавал ознаменовал начало пляжного сезона. В Сочи дельфиненок застрял в рыболовных сетях. Его вовремя обнаружили и вернули маме. В Сочи началась волна ЕГЭ. Одиннадцатиклассники написали первые тесты. Медали за участие в Керченском параде получили сочинские школьники. Инициативу оценили в Министерстве обороны. Реализацию национальных проектов сегодня обсудили в Краснодаре. Глава региона Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное этой теме. В зале собрались вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и министерств. На видеосвязь вышли и главы муниципалитетов. Майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, край в свою очередь должен выполнить 43 региональных проекта по 11 направлениям. От демографии до безопасных и качественных дорог. Под амбициозные задачи предусмотрены большие деньги. Только из собственных средств в крае в текущем году выделено около 10,5 миллиардов рублей. Губернатор обратился к собравшимся. Финансирование нужно грамотно освоить. Национальные проекты, они сегодня не просто подкреплены деньгами, они имеют очень серьезное финансирование. Серьезное финансирование и на федеральном уровне, и на краевом, и на муниципальном. Только на этот год практически, на этот год, еще раз подчеркиваю, без малого 25 миллиардов рублей предусмотрено наследство. 25 миллиардов. И мы, коллеги, должны их не потратить. Мы должны их освоить. Задача не сделать так, чтобы все у нас на счетах нули и остались, и мы считаем, что задача выполнена линия. Освоить с качественными, видными для людей результатами. Также в ходе совещания губернатор поручил до 1 июля заключить все госконтракты, связанные с реализацией нацпроектов на этот год. Глава региона напомнил об ответственности каждого за любое нарушение сроков и несвоевременно достигнутый результат. В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвитие должны проработать этот вопрос. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о том, чтобы торговые сети обязательно принимали полимерную стеклянную тары. Возможно, ритейлеры будут платить населению по 5-7 рублей за пустую бутылку. Пилотные проекты могут запустить до конца года. В Европе торговые сети давно используют автоматы, которые измельчают бутылки, после чего сырье идет на переработку. Не менее эффективная и хорошо известная всем советская практика – сдача бутылок в пункты приема и магазины. Сочи распахнул двери в лето. Традиционный карнавал ознаменовал начало пляжного сезона в Сочи. По Курортному проспекту прошли 2500 артистов, а зрителей собралось более 15 тысяч человек. 2019 объявлен годом театра, поэтому центральной темой карнавала стало театральное искусство. Все участники в соответствующих костюмах. А это к шествию готовится колонна центрального района. Здесь местный колорит переплетается с бразильским. Платформа, как и настоящая бразильянка, щедро украшены разноцветными перьями. Танцевальным мастерством и талантом удивили зрители и артисты театра пародии. Они устроили шоу двойников. По Курортному проспекту прошлись российские и зарубежные звезды. Как я могла не приехать в этот замечательный город, женщина, которая поет, и не поздравить Сочи с открытием летнего курортного сезона. Сочи – огоньский город. Много солнца, много людей, много новых знакомых. Море эмоций, море настроения, позитива, счастья, вдохновения. Карнавал ежегодный. Это просто такие эмоции, они невозможны, они раз в год такое можно ощутить. Это просто вау! Но возглавил карнавал «Лето» глава Сочи. На протяжении всего пути от цирка до театральной площади Анатолий Пахомов поздравлял сочинцев и гостей города с началом летнего сезона. Мы собрали лучших артистов для вас. Мы создали целый ряд карнавальных декораций именно для вас. Девиз карнавала – возьми с собой солнце. А цветом праздника был назначен солнечно-желтый. Сочи хоть и стал круглогодичным курортом, но все-таки летний сезон традиционно привлекает больше туристов. 4 миллиона из 6. Этим летом также ожидается стопроцентная загрузка здравниц. Собрался весь город. Этого дня ждали, наверное, все. И гости нашего курорта. Свой отпуск недостойно, комфортно проведут в городе Сочи. Так оно и будет. Об этом мечтали и наши жители города, которые, конечно же, надеются хорошо заработать. И я думаю, что город об этом позаботился. Будет очень много гостей. И наши горожане заработают хорошо, будут достойно воспитывать своих детей и будут счастливы. Горожане наши и гости сегодня празднуют. Тогда почему не поете, почему не танцуете? С праздником! С праздником! У каждой колонны своя фишка. На курортном проспекте даже разыграли шекспировский спектакль «Ромео и Джульетта». А вместе с артистами по курортному проспекту прошли верблюды. Театральную тему участники карнавала «Лето» раскрыли в самых разных интерпретациях. Театр цветов, театр песни, театр исторических реконструкций, театр спорта, театр кукол. Драматический театр. Готовиться к костюмированному шоу в Сочи начали еще в марте. Карнавал в Козе молодой, но уже популярный. И многие туристы приезжают в Сочи именно к этому событию. Приехали к вам в гости, попали на открытие сезона. Это чудо! Спасибо большое! Проходи в Сочи приехали смотреть! На Сочи лучше всех. Самый лучший город Земли. Сюгарно! Первый раз очень красиво! Классно! Вот! Сезон! Открытие сезона! Я из Перми. Сочи очень обожаю. Почти год. Очень классно, Сочи! Спасибо! Масса впечатлений, очень яркие наряды, здорово. Создается праздничное настроение на весь сезон. А кто-то просто не находил слов. Финишировал карнавал на Театральной площади. Здесь и состоялся гала-концерт для сочинцев и гостей города. К слову, этим летом в Сочи ожидается много новшеств. Открывается новый информационно-курортный центр. Создается навигационная система по городским пешеходным маршрутам. Внедрят и новый продукт – смарт-карты и интеллектуальное мобильное приложение для туристов. Карнавал далеко не единственное мероприятие, которое прошло в честь открытия летнего курортного сезона. Тематические площадки работали вдоль всей улицы Новогинской, непосредственно на площади Флака и в Черешневом саду. Танцы, песни, мастер-классы. Шумно и весело в центре Сочи было с самого утра субботы. Участниками развлекательных мероприятий стали сотни прохожих. Все желающие стали зрителями городского фестиваля прыжков на скакалке, скиппинг, марафон, прыгни в лето. Были точки активности, на которых можно было петь, танцевать, приплясывать, прихлопывать, сыграть в картонный оркестр, спеть песню хорам, людям, которые только что встретились друг с другом на улице Новогинской. Вот эти активности, которые мы сделали первый раз во время карнавала, мы будем развивать дальше, потому что понятно, что нашим гостям, нашим жителям это правда нужно. Активность самих людей необыкновенная. Ну а накануне городского карнавала в Олимпийском парке прошел грандиозный фестиваль аэростатов. Праздник был посвящен переходу жителей Краснодарского края на прием цифрового телевещания. Десятки тысяч зрителей собрались, чтобы принять участие в красочном шоу. 20 воздушных шаров с логотипами телекомпании поднялись над Олимпийским парком. Каждой высотой примерно с пятиэтажный дом. Чтобы поднять в воздух такое аэростат, требуется не менее 40 литров газа и команда из двух-трех профессионалов. Шар разный бывает от объема, зависит. Сама корзина на килограмм 70-100 весит, и оболочка тоже под 100 килограмм бывает больше. Более 15 тысяч человек стали зрителями яркого шоу аэростата. А в такой праздник гостям уж точно запомнится надолго. Очень ярко, красочно, красиво. В любой непонятной ситуации. Всегда нет в равнении на центр. Это большой праздник. Попробуйте, как много людей здесь отдыхает. Надеемся, будет еще веселее, задорнее. Очень громкие аплодисменты. Спасибо организаторам. Очень понравился праздник, скажи, особенно мне. Нет, Амирон понравился. Очень понравились, как шары надувались. Все проходит, очень интересно. Праздник отличный. Почаще таких праздников надо проводить. Атмосфера на высшем уровне. Идея с шарами вообще отличная. Это символизирует треховое вещание. Как говорят в Сочи, это еще новинка. Больше всего на самом деле нравится, что здесь все такое яркое. Просто посмотреть, как будто в сказку попал. Как будто ты такой маленький, а это невероятно гигантские штуки, но так и есть. Да, столько веселых людей. Большое спасибо за буритой. Вот елку сейчас тоже увидим. Очень круто. Организаторам большое спасибо. На время летнего сезона в Сочи планируется провести еще множество грандиозных мероприятий. Это фестиваль «Новая волна», который пройдет на курорте в августе. Уже десятый фестиваль Игоря Бутмана. И ледовый мюзикл «Илья Вербуха». Все события, они летом перемещаются к нам в Сочи. И мы считаем, что у каждого нашего гостя есть возможность выбрать для себя любое интересное увлечение. В восторг гостей привели выступления группы «Бурита» и певицы «Елки», во время которых прошло световое шоу воздушных шаров. Сочи! Как настроение? Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Морская вода в районе Сочи, как и на всем Азово-Черноморском побережье Краснодарского края, полностью соответствует санитарным нормам. Это подтвердили в пресс-службе Краевого управления Роспотребнадзора. Морская вода соответствует гигиеническим нормативам. Патогенных микроорганизмов не обнаружено. Сейчас органы Роспотребнадзора выдают пляжам санитарно-эпидемиологические заключения. Этот документ подтверждает, что соблюдены все санитарные правила и купание здесь безопасно для здоровья. Всего с начала года сотрудники ведомства провели 437 лабораторных исследований, в том числе на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно замерам, морская вода абсолютно пригодна для купания. А тем временем на пляжах уже немало отдыхающих. Температура воды в четырех районах Большого Сочи, в зависимости от глубины моря и морских течений, разная. Так, в центре Сочи на пляжах вода прогрелась до 20 градусов, в Альдерском местами до 21, как и на пляжах поселка Лазаревская. А вот в Хостинском районе температура морской воды чуть более 15 градусов. Напомню, что в этом году в Сочи увеличилось количество благоустроенных пляжей. По данным городского управления курортов, теперь их 198. 13 сочинских пляжей удостоены знака отличия «Голубой флаг». Эту премию присуждает Международная экологическая организация. В Сочи дельфиненок застрял в рыболовных сетях и не мог выплыть к маме. Это случилось в районе Порто-Эмеретинский. Маленький дельфин запутался в рыбацких сетях. Его вовремя обнаружили и спасли люди. Рядом с рыбацким ставником плавала еще одна фалина. Предположительно, мать детеныша. Однако помочь она ничем не могла. Спасатели центра от Дельфа отвязали сети и показали дельфину, что путь открыт. Детеныши вместе с мамой благополучно уплыли. В целом в этом году в Краснодарском крае зафиксировано более 150 случаев гибели дельфинов. К другим новостям. Краснодарский поселок Новознаменский подключат к электросетям и газопроводу. Об этом рассказали во время приема граждан, который провел вице-губернатор Анатолий Вороновский. В основном проблемы касались энергетического комплекса. Всего рассмотрели четыре вопроса. Например, Алексей Дорогин из Карасунского округа краевой столицы более трех лет ждет, когда полностью запитают электроэнергией товарищества. Новознаменский на сегодняшний день не подключено к электросетям по постоянной схеме. Это первый момент. Ну и также пока то же самое рассказываем. Пока в этом году с марта месяца людям раскинули так называемое временное подключение по временной схеме, но это составляет в среднем полтора киловатта. Вся работа ведется и по первой части вопроса, и по второй. Спасибо. Поэтому я вас попрошу как человека инициативного довести до товарищества, до собственников ваших. Поэтому и городской округ полностью держит на контроле. Вы видите, материалы приобретены, работы ведутся. Также к вице-губернатору обратились жители села Кривенковского Туапсинского района. Они попросили отремонтировать крышу многоквартирного дома. Анатолий Вороновский взял ситуацию под личный контроль и пообещал разобраться в проблеме. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 28 мая в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 22-24 градуса выше нуля. Все кубанские школы до 1 сентября должны быть укомплектованы психологами. Такое поручение дала заместитель губернатора Анна Менькова. Куратор соцблока обсудила с руководителями профильных ведомств и заместителями глав района в случае суицида среди детей. Именно специалист узкого профиля поможет заметить тревожные настроения, которые могут привести к мыслям о самоубийстве. Школьный психолог не должен работать для галочки, подчеркнула Анна Менькова. Дети в школе находятся каждый день. Дети растут каждый день. У них происходят проблемы каждый день. Психолог в школе должен быть каждый день. Мы не решим с вами проблему, если к нам будет психолог раз в месяц приезжать и тестировать наших детей. Психолог – это огромный вклад сегодня. Психологическое здоровье наших школьников – это помощник. Это человек, который должен чувствовать атмосферу. Он должен постоянно общаться с классным руководителем. Кроме того, для тех детей, которым сложно рассказать о своих проблемах глаза в глаза, специально открыли горячую линию. Этот номер телефона должен висеть на самом видном месте – в школах, домах культуры и детских секциях, отметила Анна Менькова. Сейчас его легко можно найти на сайтах образовательных учреждений. По телефону профессиональные психологи дадут советы детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор в эти выходные принимал поздравления с днем рождения. Ему исполнилось 78 лет. Владыку поздравил и глава региона Вениамин Кондратьев, пожелал митрополиту долгих лет жизни и поблагодарил за многолетнее служение на благо Кубани. Я, конечно, хотел бы поздравить вас с днем рождения, сказать, что Кубани несказанно повезло, что такой предстоятель духовный есть у нас и у жителей нашего края. И, конечно, выразить надежду, что как можно дольше вы будете окремлять нашу церковь православную в нашем регионе. Ведь очень важно сегодня всем нам понимать, что для полной гармоничной личности, недостаточно только светского образования, даже очень хороших современных школ и педагогов, важная составляющая гармоничной личности, духовная составляющая. Сегодня возникает потребность общества, безусловно, потребность у жителей края в духовной составляющей, потому что, какие бы мы ни были успешными в жизни, у каждого душа порой болеет. И вот врачевателем души, конечно, является наша вера. Это очень важно, что сегодня есть возможность у жителей края приходить в храмы. Сегодня вы молитесь о всех нас. Я надеюсь, что, наверное, нет такой семьи в нашем регионе, которая бы не знала о вас, долгое, многое и благая вам лета. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю сердечно. Уже около 40 лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани. За это время в регионе открылись сотни православных приходов, были восстановлены многие храмы и монастыри. В России отметили День славянской письменности и культуры. Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия, христианских проповедников, создавших первый славянский алфавит, духовному развитию и церковным предметам. В крае детей сегодня обучают единственное образовательное учреждение в Краснодаре и одно из крупнейших на Кубани – русская православная школа при храме Рождества Христова. Ее посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. В условиях православного воспитания ученики обучаются с 1 по 11 класс. Подробнее расскажут наши краснодарские коллеги. Учебный день в православной школе начинается с колокольного звона. Сначала дети отправляются на молебен, а уже потом – за парты. На первый взгляд, уроки здесь ничем не отличаются от занятий в обычной среднеобразовательной школе. Помимо привычных математики и историй биологии, закон Божий, церковно-славянский язык и основы православной веры. София Александрова учится в первом классе. Говорит, что в школу ходят с удовольствием. Мне в этой школе очень нравится учиться, потому что я тут встретила многих своих друзей. Тут мало человек, не то, что еще в других школах. Русская православная школа в Краснодаре существует уже более 20 лет. Сегодня в ней обучается около 150 человек. Образовательное учреждение приехал осмотреть глава региона. Вениамин Кондратьев вместе с попечителем школы, протеереем Александром Игнатовым зашли в учебные классы, пообщались с учениками и педагогами. Губернатор сразу отмечает атмосферу, которая сложилась в стенах учебного заведения. Воспитательная работа здесь направлена так, что каждому ребенку предусмотрен индивидуальный подход. Мы со всеми детьми на равном. Ходим все и газдаем, мы газдаем. И всегда контрим. Здесь подход к гармоничному воспитанию молодого поколения. С точки зрения многих факторов, которые влияют на его успешность. А самое главное, на его нравственность, на его духовность. Потому что без духовного нравственного стержня сложно получить гармоничное общество. И вот это, я бы сказал, что вот что я здесь вижу у батюшки, это такой новый кардинальный подход к воспитанию, формированию личности. В школе запрещено пользоваться сотовыми телефонами, но такое ограничение вовсе не пугает учеников. Больше времени появляется на общении с одноклассниками, да и на территории храма есть чем заняться. После уроков воспитанники расходятся по кружкам. Одно из важных направлений в православной школе – военно-патриотическое. Детей научат и верховой езде, и стрельбе из лука. Что осваиваете в данный момент? Стрельбу из луков, винтовок. Что можете продемонстрировать? Стрельбу из лука. Пожалуйста. Не по-другому, это родительство. Матвей стреляет, это первое его занятие сегодня, ознакомительное. Православные традиции школьники познают не только на уроках. В этнографическом казачьем худре для детей открыта целая экспозиция. С фотографиями и историческими справками. И если первая часть выставки посвящена в целом христианству, то во второй части проекта можно увидеть редкие фотографии разрушенных храмов Екатеринодара и узнать о новомучениках и исповедниках Кубани. Мы сегодня находимся, я бы сказал, в полноценном образовательном комплексе абсолютно духовного нашего православного христианского воспитания. И это сегодня важно и необходимо. Вот таким образом не просто привели детей в храм, не просто рассказали им и успел, не успел, все, следующая тема. Вот здесь глубокий, глубинный, я бы сказал, подход к осмыслению корней. Многие родители признают, отдавая ребенка в школу при храме, вместе с знаниями он получает и правильное воспитание. Больше 90% четвероклассников кубанских школ, а это около 65 тысяч детей, в минувшем учебном году выбрали курс «Основы православной культуры». Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сегодня в Сочи, как и по всей стране, началась волна ЕГЭ. 11-классники написали первые тесты. Сегодня выпускники сочинских школ сдавали экзамен по выбору – литературу или географию. Рано утром они собрались в школьных дворах, а после организованными группами входили в пункт проведения экзамена. Дети предупреждены заранее, что все запрещенные материалы, шпаргалки, телефоны с собой проносить нельзя. Экзамен по географии длится три часа. На этот экзамен у детей может быть кроме ручки и паспорта, линейка и калькулятор. Экзамен по литературе проводится 3 часа 55 минут. Здесь только ручка, паспорт и багаж знаний, с которыми они пришли сегодня на экзамен. Географию сегодня в Сочи сдавали всего 43 школьника. Литература оказалась более популярным предметом. Ее выбрали 205 11-ти классников. Сдаю литературу, готовились весь год, очень тяжело. Мы пытаемся справиться с волнением, и у нас, я думаю, получится. А почему литературу выбрали? Потому что я лично иду учиться на журналиста, мне нужна литература. Да, нам тоже нужна для поступления литература. А я мечтаю стать филологом. За процедурой проведения ЕГЭ следили общественные наблюдатели, в состав которых в этом году включили родителей, студентов и представителей общественных организаций. Все аудитории оборудовали камерами. Все пункты ЕГЭ подключили к системе онлайн-видеонаблюдения. Следующий ЕГЭ – 29 мая. Обязательный экзамен по математике напишут все выпускники 11-х классов сочинских школ. Медали и грамоты городского собрания Сочи за участие в параде получили сочинские школьники. Юноармейцы приняли участие в военном параде Черноморского флота в городе Героя Керчи. Это было 9 мая, в День Победы. Инициативу ребята ценили в Министерстве обороны России. Это юноармейская парадная рота Центра дополнительного образования хоста. Торжественным маршем воспитанники клуба «Морской пехотинец», входящего в общественное движение «Юноармия», прошли перед зданием городского собрания Сочи. А 9 мая они приняли участие в Керчевском параде Победы вместе с подразделением Черноморского флота. Мы настолько волновались перед парадом, что даже ночью вышли маршировать, чтобы убедиться, что мы отлично промаршируем на параде. Те эмоции, которые мы испытывали, это просто невероятное чувство. Это не передать никакими словами, только если лично прочувствовать это. В Керчи военно-патриотический клуб «Морской пехотинец» оказался по приглашению севастопольского штаба юноармии. Севастопольцы были в Сочи на церемонии военной присяги новобранца в ЦСКА. Тогда и завязалась между клубами «Дружба». Поддержку в организации поездки оказали сочинские депутаты. «Сочинская молодежь продолжает традиции нашего старшего поколения, участников Великой Отечественной войны, тех военнослужащих, которые восстанавливали наше государство, которые поддерживали его обороноспособность. В общем-то, то, что о нашей стране, тогда СССР, говорили, что она мощная держава, которую уважали во всем мире». Участие в Керченском параде не осталось без внимания. 25 медалей за участие в параде Министерства обороны России ребятам вручил в том числе председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Торжественная церемония прошла в здании сочинского парламента. «Юно-армейское движение примерно начало в Сочи развиваться примерно три года назад. Сейчас насчитывает более полутора тысяч членов или юно-армейцев. В этом году у нас новая веха в развитии юно-армейского движения. У нас появилось направление юные орляты». Юными орлятами становятся воспитанники детских садов. Это подготовительная ступень. А еще в новом учебном году планируется создание новых классов юно-армии. А в гимназии номер 5 и 18-й школе появится два кадетских класса. Набор в них уже завершен. С детьми будут заниматься офицеры Росгвардии. Килина Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинцы во гостей города приглашают отметить День пограничника 28 мая. На площади Южного Мола состоится торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине пограничной охраны и 85-й годовщине образования в Сочи службы краевого пограничного управления ФСБ России. Таким образом, на курорте возрождают традицию масштабного празднования Дня пограничника, существовавшую с 91-го по 97-й год. В это время ежегодно проводились спортивные состязания среди военнослужащих. Во вторник в полдень на Южный Мол приглашаются и сочинцы, и гости города. Всех гостей праздника ждет полевая кухня, строевой смотр, выставка оружия и концерт. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...